Всем привет! Решил рассказать о колесных редукторах которые я изготовил на смарт Вот он смарт Вот мои редуктора Это наверное самые маленькие редуктора которые кто-либо производил так как я их умудрился поместить в 14 дюймовый диск Зазор к диску составляет 5 мм в этой части Редуктор сам цепной Внутри его установлена вот такая двухрядная цепь с шагом 19.05 Я использовал итальйскую цепь такой фирмы Цепь выдерживает 10 тонн Редуктор изготовлен из 5 мм пластины не пластины, а листа Выточены корпусы под подшипники Верхние подшипники 35 на 62 толщиной 14 В них вставлена верхняя звездочка под эту цепь В эту звездочку вставляется заводская шрус Вот с марта Там в нем только проточено место под сальник С этой стороны стоит сальник Так как в редукторе есть масло Нижний вал Это 40 мм вал Я взял для примера Уазовскую полуось Она имеет 32 мм толщину У меня же 40 мм вал Приблизительно такого формы Шлицы те же самые 10 квадратных зубов На него одета Дабы не заморачиваться Готовая Вольцвагеновская ступица Чтобы были все отверстия Крепления Эта ступица Обрезана место под подшипник И расточено центральное отверстие Это все напрессовано на вал И в этом месте Все обварено По кругу Потом проточено Посадочное место диска Все вместе С этой стороны подшипник Использован От Вольцвагена Передний ступичный 72 на 40 38 по моему ширина Это двухрядный подшипник Задний же подшипник Это подшипник Полуоси ВАЗ 72 на 30 И толщину я не помню 18 вроде Редуктор сборный Собирается Вот эта крышка снимается Там около 10 или 12 болтов По кругу С этой стороны Это вареные Просто длинные гайки Сборка его на герметик Видим какой Зазор между тормозным диском И крышкой Здесь около 2 мм Потому что диск уже имеет немного износа Тогда зазора, можно сказать, не было Может полмиллиметра Здесь имеем заливную горловину Вот она сама цепь Ее там видно Заливная горловина Это гайка водопроводная И заглушка Полдюймовая Самое простое решение Тормозной диск От Volkswagen Golf Суппорт 2108 К скобе приварено крепление Чтобы уменьшить Задачу установки Я просто приварил крепление к скобе И прикрепил к этим же болтам Которые скрепливает редуктор Вот здесь один болт и второй Для разборки нужно один открутить Отогнуть суппорт Тогда можно снять диск И открутить второй диск Иначе оно не открутится Сам редуктор В этой корпусе подшипников Выточено то же самое отверстие Которое было родное В балке от Smart Там оно круглое Под 4 винта То же самое размер сделал я Такой же размер как ступица от Smart Оно все туда всунуто И прикручено родными Smart Четырьма болтами Также снизу сделано усиление Еще приварена пластина И к ней треугольное ребро И в балке При просверленной дырке Там один болт Там не видно второй Так вот выглядит Два крепления болта Сюда просунут шланг В это отверстие Тормозной И пошло все дальше Тут я сделал сапун Просто варена трубка И она пошла по балке До центра И потом выходит на двигатель Закрученная По креплению Чтобы установить редуктор Это нужно Откинуть суппорт Снять тормозной диск Тогда есть возможность Открутить эти два болта Снять крышку Под этой крышкой Установлен заводской Смартовский болт Который стягивал ступицу Он прикручивает Полуось Сам шрус Там сквозная дырка Этот нижний болт Находится здесь Его можно открутить Только снял редуктор Я не хотел резать балку Да и При разборке редуктора По-любому его Лучше снять Данный редуктор Добавил клиренса 130 миллиметров Он почти Не выступает Ненамного выступает От смарта Родное было Где-то вот так Вылет У меня же Добавилось Порядка 60-70 миллиметров Но так как я использовал Диски С Вылетом 48 По-моему Так чтобы максимально Его втопить Внутрь У меня не так-то Сильно выросла база Как видим По расширителям Они не такие же И большие От заводских Но все же База Смарта выросла Где-то на 150 миллиметров Ширина Не база А колея Балка осталась Родная Также Родные тяги Только Добавлены Ограничители Отбоя Там подложена Проставка Под родные Пружины Дабы повысить Еще немного Клиренс Амортизаторы Остались Родные Ход подвески Задний Не слишком Большой Но все же Здесь Очень мало Места Чтобы что-то Придумать Глушитель Честно говоря Я даже не знаю От какого Автомобиля Я просто По размеру Его подобрал Родной С катализатором Выкинул Это прямоточный Глушитель Двигатель И так работает Дизельный Тихо Ему нужно Совсем немного Турбина На себя Очень много Берет Звука Гасит Его Выхлоп Получился Очень тихий Хотя Глушитель Прямоточный Я сейчас Меняю Масло И меняю Каждые Тысячу Километров Заливаю Сюда 110 Грамм Трансмиссийного Масла Здесь Здесь Установленный Родной Датчик АБС На этом Автомобиле Его нет Он использован Только для того Чтобы переключались Скорости Они были Задействованы От переднего Колеса Но так как Там все Переделано Я взял Задние Датчики Пообрезал Провода И припаял Их Вместо Передних К блоку Управления АБС Он здесь Стоит Только для того Чтобы Работали Передачи Без Этих Датчиков Передачи Двигатель Не переключает Он не видит Что колесо Крутится На Изготовление Редукторов У меня Ушло Около Двух Месяцев На Долгие Проектирование Потом На Двух Заводах У меня Точили Детали Потом Это Все Сваривалось Расточивалось Очень Долгая История Очень Большая Проблема Его Поместить В 14 Диск Был бы Диск Побольше Там Есть Где Разогнаться Можно Больше Детали Делать Здесь Я Установил Все Очень Компактно Данный Редуктор Сделан С Огромнейшим Запасом Движок Смарта Просто не может Выдать Такую Мощь Чтобы Разорвать Любую Деталь В этом Редукторе Хотя На Вале При Выходе Получилось Более Сотни Крутящего И Покрутить Этот Бублик Весом В 35 Килограмм Хотя Оно И Намного Тяжелее Родного Ему Не Составляет Вообще Никакого Труда Как Только Двигатель Набирает 2000 Оборотов Турбина Выходит В пик И До 5000 Почти Оборотов Колесо Просто Рвет Из Под Себя Все Что Можно Главное Крутануть Движок Более 2000 Потому Что С 1000 Он Так Обычно Едет После 2000 Конкретный Рывок И Тогда Начинает Лететь Как Многие Говорят Кирпичи Из Под Колес Этот Протектор Рвет И Мечет Все Что Можно Смотрите Вот Здесь Два Пальца Моих Протектора Оно Уже Изношено Немного Здесь Не Хватает Порядка 7 Миллиметров Протектора Но Вот Имеем Моих Два Пальца Такой Протектор Резину Уже Немного Покоцал Сносил Мелкие Всякие Порезы Есть Без Них Никуда Все Ездит Держится Редуктора Проехали Уже Более 5000 Километров Пока Все Гуд Надеемся На Дальше Ихнюю Работу Беспроблемную Да Еще Редуктор Как видим Он стоит Неровно Так Как Родное Колесо Было Маленькое И Чтобы Не портить Кузов Я Методом Поворота Немного Редуктора Так как Там Отверстие Круглое Я его Просто Туда Вставил И развернул Его Если Так Взять Вот Ровно Там 5 Или 6 Сантиметров Центр Этот Он был Где-то Здесь Я его Сместил Сюда За счет Этого У меня Поместилось Намного Большее Колесо Спередом Там Было Совсем Иначе Сделано Передняя Ось Ушла Вперед Около 15 Сантиметров В итоге База Автомобиля Выросла На 20 Сантиметров С этими Редукторами И немного Лифтом Клиренс Автомобиля Получился 36 Сантиметров Заводской Смартовский Имеет Не знаю Там Дотянет До 15 Сантиметров Там Наверное 12 А то И меньше Со всеми Пластиками И прочим Тут была Нижняя часть Защита Глушителя Это все Выкинул Крылья Порезал Все Так как Колесо Вообще Сюда Не помещалось Это просто Все Обрезано Сделаны Такие Называем Бушвокеры Это Из Кубовой Бочки Вырезано Пластики Так По-быстренькому Сделано У меня Получились По кругу Все четыре Одинаковых Диска Тормозных Четыре Суппорта Одинаковых Регулятора Тормозных Усилий Здесь Нет Так Как Вся Весь Вес Основной Приходится На заднюю Часть И при Резком Нажатии На скорости Скажем Там 40-50 Км в час Если резко Нажать на тормоз Автомобиль Останавливается И потом Блокируется Все четыре Колеса И он просто Стоит Как вкопанный Здесь По развесовке Получилось Очень идеально Блокировки Здесь Нет Обычная Коробка Смартовская Стоит Вся фишка Его В том Что он Едет Это В редукторе Потому Что Двигатель Может Дать Хороший Крутящий На колесо И Вот Этом Протекторе Который Не дает Просто Буксовать Автомобилю И Крутится Здесь Фактически Всегда Два Колеса Один Нюанс Только Если Вывесить Одно Колесо Тогда Я стою И придется Пользоваться Лебедкой Такое Бывает Очень Редко Стараюсь Ходом Взять Все Препятствия Бывает Вывесишь Колесо Лебедкой Подтянулся Да Поехал Дальше Это Бывает Очень Редко Будут Вопросы Пишите В комментариях Подписывайтесь На канал Запишу Еще Новое Видео Что Нибудь Интересное Расскажу По данному Проекту А на этом Все До новых Встреч Всем Пока